Путь борьбы человека, который победил рак, не закончен. Он продолжается. Но только вот бороться приходится уже не с болезнью, а с собственными страхами. Нередко они становятся тенью прошлого, которая мешает пациенту вернуться к нормальной жизни. О тени прошлого в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала Личный врач. Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Юлия Русских, психолог отделения медицинской реабилитации Самарского онкодиспансера. Добрый вечер. Добрый. Ну, излишне напоминать, наверное, что мы работаем в прямом эфире. Тем не менее, телефон для ваших звонков 202-11-22. К нам в студию можно звонить. Юлия Сергеевна, когда человек узнает диагноз онкология, все его мысли направлены на то, как бороться с заболеванием, как победить заболевание. А я в начале программы сказала о том, что даже после операции, после лечения вот этот путь борьбы не закончен. С чем приходится бороться ему дальше? Вот почему, откуда они берутся, эти страхи? Что испытывает пациент после того, как он уже пролечился и вроде бы все, оно и ничего? Ну, откуда берутся страхи, да? То есть это общее представление о том, что такое онкология, какая она, вот общее представление общества даже, да, не отдельно взятого человека. У нас не принято разговаривать, у нас не принято говорить, посмотрите, у меня рак, и я живу, у меня все хорошо и замечательно, да? То есть вот об этом только в последнее время стали, ну, как-то хотя бы более-менее разговаривать так, каждый сам с собой. Соответственно, тогда, когда нет информации, возникают вопросы. Когда возникают вопросы, мы начинаем фантазировать, мы начинаем где-то что-то искать, сталкиваемся в основном с поиском информации, ну, в том числе не очень хорошей, скажем так, да, результатами, и от этого еще больше страха. После того, как пролечились, страх рецидива, потому что он же не лечится, ну, общее представление, да, но только при этом не всегда люди понимают о том, что неизлечимость онкологии заключается в том, что однажды поставленный диагноз никогда не будет снят. Но это не значит, что мы постоянно будем лечиться, и это вот, ну, процесс, который не закончится никогда. Нет, абсолютно. Давайте мы послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем, рады слышать вас в эфире. Взаимно. Скажите, пожалуйста, как попасть на консультацию к числу в обеспечении? Это платно или, возможно, в рамках УМС? И если в рамках УМС, то кто должен выдать мне направление? Спасибо. Спасибо за звонок. Вот мы еще даже не рассказали, а уже видим, что востребованная работа ваша. Ну, алгоритм будет зависеть в зависимости от того, собственно, да, кто желает обратиться. Если это человек, который находится на лечении, либо на этапе диагностики в диспансере, то для этого достаточно своему лечащему доктору, который наблюдает, да, онколог или врач в отделении, произнести волшебную фразу «Мне нужна консультация психолога, этого достаточно». То есть мы входим в стандарт оказания помощи хирургической, да, диагностической и так далее. То есть дополнительно за это платить ничего не нужно. Если это уже пролеченный человек, который решил, что ему необходима помощь, особенно если это цикл какой-то, да, помощи, курс, то тогда необходимо взять в поликлинике направление, в котором будет написано там прям либо консультация, либо лечение в отделении реабилитации. И, собственно, таким образом, да, и платные услуги никто не отменял. Это тогда, когда они профильные в основном, а профильники все идут в рамках ОМС. Я хотела еще все-таки спросить вас, насколько травмирующим бывает вот этот опыт лечения онкологии. Наверное, вы видели разных пациентов, и понятно, что он травмирует в разной степени в зависимости там от многих факторов. Но, тем не менее, вот давайте какой-то, может быть, крайний случай посмотрим, что может вообще быть с человеком, прошедшим лечение. Ну, понятно, что он боится, что вернется снова болезнь. И что, как это проявляется? А вот здесь, да, очень по-разному. То есть у кого-то это доходит до уровня каких-то нидротических расстройств, там, панические атаки, тогда, когда человек засыпает и просыпается одной и той же мыслью. Но в основном в своей массе такое бывает очень редко. Все-таки в большинстве случаев пациенты говорят о том, что я живу от исследования до исследования. Да, то есть вот в промежутке жизнь нормальная, но тогда, когда приходит время очередного визита к доктору, тогда, когда нужно пройти скрининг, тогда, ну, естественно, мы начинаем больше тревожиться. Да, так, чтобы, ну, прям совсем жизнь как-то переворачивалась, да, и становилась невыносимой. Ну, это бывает, ну, прям крайне-крайне редко, и тогда, ну, естественно, мы включаемся, и таким людям мы помогаем. Вот этот страх перед рецидивом, перед возвращением болезни, на что он способен? Чем он опасен? Любой страх – это реакция не совсем контролируемая, скажем так, да, страх – это одна из максимально энергозатратных эмоций, которая при этом не требует никаких внешних условий для того, чтобы она росла и развивалась. Достаточно только нас, ну, и буквально там на то, что называется, пара минут свободного времени. Наша голова дальше все сделает за нас. И, в принципе, вот этот вот масштаб бедствия, который мы сами себе можем организовать, он, ну, фактически безграничен. То есть, да, мы можем в прямом смысле слова посадить себя в клетку, да, каких-то правил, ограничений, там, не то-то, то-то нельзя, и фактически, ну, в том числе перестать получать удовольствие от жизни как таковое, да, а можем этого не делать. То есть, вот по максимуму это, ну, вот максимальное ограничение. Тогда, когда там загорать нельзя, выходить нельзя, там, а-ля превратиться в вампира, выходить только по ночам, ну, это, конечно, очень такие крайние проявления обычно все-таки. Как-то мы удерживаемся в рамках разумного, потому что все-таки это одно из направлений, как раз рассказать работы о том, как адаптироваться, что делать дальше, куда двигаться, что можно, что нельзя, какие ограничения, и как удержать себя вот в этих вот рамках, чтобы не доводить до фанатизма, да, что страх, что там с тем же самым там соблюдением правил и остальное. – Юлия Русских, психолог отделения медицинской реабилитации Самарского онкодиспансера, сегодня у нас в студии. Мы говорим о жизни после рака и о реабилитации, о помощи психолога. Каждому ли из пациентов требуется помощь психолога? И как вы определяете, может человек сам справиться с этим состоянием или все-таки придется подключать специалистов? Ну, лично мое мнение, что каждому. Просто будет разница в том, насколько мы включаемся, будет разница в том, какой объем работы будет произведен с человеком, да, кому-то достаточно разовой встречи информационной для того, чтобы задать направление движения, и все, и этот человек дальше будет двигаться. Кому-то этого недостаточно, кого-то нужно, ну, в прямом смысле слова, то, что называется, бережно за ручку выводить в свет, возвращать в жизнь, возвращать к себе, возвращать эмоции, возвращать радость и все остальное. То есть, поэтому здесь будет еще зависеть тоже от того, на каком этапе человек обращается. Вот это стремление, да, я сам, оно, конечно, здорово, да, но здесь всегда у меня, например, возникает вопрос, а какое количество времени, силы, энергии мы потратим на то, чтобы сам? И стоит ли тогда эта игра свечи? И не переоценка ли это себя? А вот смотрите, наверное, не каждый человек хочет и готов говорить о своих внутренних страхах, особенно, наверное, с мужчинами, ну, я предполагаю, в этом смысле сложнее. Тогда как вы все-таки делаете вот эту диагностику, ну, не заболевания, да, вот мы говорим страх, страх, но вот этого состояния, как вы его диагностируете? Ну, изначально проводятся встречи информационные в основном, да, тогда, куда мы приходим, рассказываем, да, в отделение, вновь поступившие пациенты, мы рассказываем о том, что есть служба, что к нам можно обращаться, какими вопросами мы занимаемся, у нас, то есть, эта информация предоставляется, и, собственно, дальше открытый карт-бланш. То есть, проводится диагностика, в том числе первичный скрининг, оценка эмоционального состояния, где пациент сам отмечает, какой уровень стресса, там, от единицы до десяти, и тогда, когда мы видим цифры высокие, тогда, ну, то, что называется, мы настоятельно рекомендуем в процессе, да, то есть, тогда, когда это в хирургических стационарах проводится, и дальше в моменте консультации, вернее, госпитализации, да, я могу прийти и спросить, а как теперь ваши дела? И если человек оценивает, что, да, настроение стало лучше, там, тревога снизилась, там, стабилизируюсь, то тогда, ну, здорово, замечательно. Если нет, плохо, тогда, там, еще предложишь, да, там, а может быть, все-таки, да, ну, потому что здесь, все-таки, работает то самое правило, когда насильно мил не будешь, и тогда, когда у человека нет желания, то результат, как правило, его тоже не сильно будет. Безусловно, и вот вы сказали, зависит от того, на какой стадии подключился психолог к работе. Если я не ошибаюсь, существует пять стадий принятия горя, проблемы, не знаю, может быть, стоит их сейчас, конечно, назвать, и на какой, все-таки, стадии эффективнее вот это делать? Подключаться можно на любой стадии, абсолютно. А давайте перечислить. Да, первая стадия – это у нас шок-отрицание, да, вторая стадия – это у нас торга, это не про меня, это, да, надо переделать анализы, это ошибка, сходить к другому врачу, потом, как правило, наступает фаза агрессии, тогда, когда начинается поиск виновных, да, либо во мне, либо внутри, следующая стадия – депрессии и принятие. В принципе, психолог может подключаться на любой, начиная от шока, от больших чувств, тогда, когда помочь пережить их, да, и заканчивая, ну, принять… То есть не безнадежно никогда? Абсолютно, абсолютно. Просто в зависимости от того, какая стадия будет зависеть, выбор методов, которыми мы работаем, да, будет зависеть то направление движения, куда мы будем продвигать, да, человека в его выздоровлении, да, а так абсолютно никогда не поздно. Психологическая реабилитация в онкодиспансере, если я только не ошибаюсь, создана в 2008 году, да, то есть это уже целых 15 лет поддержки и помощи. Давайте мы вот посмотрим сначала сейчас сюжет, который мы у вас сняли, и потом продолжим эту тему. Наталья рисует рассвет, делает из фольги фигурки людей, которые крепко сжимают друг друга в объятиях. Девушка прошла реабилитацию в Самарском онкоцентре. Думала справиться с психологическими проблемами сама, но потом поняла, что лучше обратиться за помощью к специалистам. Я люблю обниматься. Ну, мне кажется, что когда мы обнимаем друг друга, мы дарим друг другу тепло и создаем, даже если обнимаем кого-то незнакомого, это как создание такого комьюнити. Игрушки на полках в кабинете психолога сделали пациент онкоцентром. Здесь они рисуют, лепят и ведут беседы. Такой метод называется арт-терапия. Для каждого пациента доктор подбирает свой ключик. Универсального у врача нет. Всегда подбираются не только вот те самые секретики, но и подбираются общее направление работы, подбираются методы, которые мы используем. Система реабилитации в онкоцентре состоит из трех этапов. Это комплексный подход на протяжении всего этапа лечения. Начиная с стационара, реанимации, на стационарное отделение есть реабилитация, и также на амбулаторном периоде, когда уже вроде бы ты прошел все этапы специализированного лечения, но у тебя остались какие-то последствия. Это могут быть психологические, это могут быть физические ограничения, движения руки, какие-то дискомфорт. Наша задача в качестве жизни пациента вернуть либо к прежнему состоянию, которое было до диагноза, до лечения, либо по крайней мере скорректировать его, чтобы он жил качественно и вернулся к работе. Каждый год в амбулаторное отделение медицинской реабилитации обращается около 7,5 тысяч пациентов. Порядка 4 тысяч нуждаются в помощи психотерапевта, и они ее обязательно получают. У нас в студии Юлия Русских, психолог отделения медицинской реабилитации Самарского онкодиспансера, и мы говорим сейчас о восстановлении после лечения онкологии. Телефон 202-11-22, есть еще немного времени, к нам в студию можно позвонить. Вот мы сейчас видели в сюжете, вы сказали, что каждому пациенту подбирается свой ключик, свои какие-то методы. Это означает, что в вашем арсенале не только беседа сел, пообщался, и вот оно лечение. То есть этих направлений и работы их много? Конечно, да. То есть мы можем подключать и работу с телом. Расслабление – это очень полезный навык, который, к сожалению, не у многих у нас есть, и не все мы умеем им пользоваться. Но это тот навык, который помогает нам работать со страхом, который помогает нам становиться спокойней, лучше спать, и чтобы, в принципе, радости в нашей жизни было больше. Мы можем подключать работу с эмоциями различного спектра. Это и методы арт-терапии разного рода. Мы проводим мастер-классы с пациентами по изготовлению открыток, букетов при поддержке пациентского нашего сообщества. Девочки в этом активное участие принимают. Наша работа, различные материалы. То есть обычно, когда слышат арт-терапии, представляют себе рисунок. Вот мы садимся и рисуем. Но это очень широкий диапазон вообще тех мероприятий, которые мы можем приложить. Те же картины. Обратили наверняка внимание, у нас на стенах везде картины. Это тоже часть арт-терапии. Это терапия средой. Это тогда, когда человек, в любой момент времени пребывая в диспансере, может подойти и отключиться, глядя на то, чтобы переключить себя, поработать с внутренним миром, стабилизация эмоционального состояния. Иногда это становится своеобразным таким окном в мир. То, что позволяет не закрыть скорлупу целиком. Если переходить к непосредственно нашей работе, это и фольга, это и пластилин. Такая трогательная была ваша пациентка. Да, Наташа, она очень трогательная, очень интересная девушка. А вообще большой штат психологов, и у каждого разное свое направление? Или каждый владеет вот всем этим набором? В принципе, все владеют этим набором. Мы полностью заменимы, скажем так. Понятно, что основной инструмент в работе психолога – это не тот метод, которым мы владеем. Основной инструмент в работе психолога – это сам психолог, это личность. И, конечно, за счет этого мы отличаемся, потому что мы все разные люди. Но по большому счету у нас разделение весьма условно. То есть я, например, работаю в основном в стационаре. Но тогда, когда мои мальчики, девочки, которые пролечились, пролечились, они выходят, они переходят на амбулаторный этап. И если у них есть желание работать и продолжить работу дальше со мной, а не перейти к психологу амбулаторного отделения, пожалуйста, я открыта, мы это практикуем. Так же, как и тогда, когда кто-то уходит в отпуск, мы, естественно, заменяем друг друга. Всего у нас сейчас 4 психолога и врач-психотерапевт. Вот наша служба. А вот при работе именно с онкопациентами есть какие-то свои особенности? Чем отличается реабилитация онкопациента от, ну, не знаю, любого другого заболевания? На что-то вы делаете акцент специально с ней? На мой взгляд, разница будет в формировании внутренней картины болезни, в представлении человека о том, с чем он столкнулся. И, да, в зависимости от того, в какую клинику мы приходим, если у нас клиника нервных болезней, да, там будет своя картина, в онкологической будет своя. То есть нам очень важно оставаться на стыке работы с онкологами в том числе. То есть мы, с одной стороны, должны понимать, что происходит в онкологическом плане, да, с пациентом, но при этом, ну, естественно, туда не переходить, не давать интерпретации, да, не там, не учить человека чему-то. Но именно формирование гармоничной картины, когда не ужас ужасный, что мы столкнулись, да, что это есть проблема, которую необходимо решать. И решать мы ее будем вот так, 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 так и так. Получим мы в результате вот это, и двигаться мы будем дальше вот туда, да. То есть вот это основное, это будет именно вот спецификой онкологической в том числе. Потому что тогда, когда мы работаем в медицинской практике, да, с другими зоологиями, то тогда не всегда есть вот этот, такой уровень страха, такой уровень зашоренности в том числе, да, понимания, что вот впереди все. Скажите, а требуется ли работа с родственниками пациента? Ведь, в общем, нетрудно предположить, что они должны быть как раз главной опорой и поддержкой человека на всем этом пути. Скажу так, работа с родственниками не всегда является обязательной, в основном она является желательной, да, вот те как раз пять стадий, про которые мы говорили, да, эти пять стадий проходит пациент, и ровно эти же пять стадий проходят его родные и близкие, да, и при этом хитрость заключается в том, что они идут несинхронно. Каждый идет в своем ритме, каждый идет в своем темпе, и бывает, да, бывает так, что пациент уже дошел до принятия, а родственник еще, например, на стадии агрессии... Или в стадии депрессии, да, или все еще ошибка, и давай мы с тобой сходим туда-туда. И вот тогда, да, но здесь вариант какой? Либо мы работаем непосредственно с родственником, да, либо мы работаем опосредованно через пациента. Через пациента. Вы говорили, что не все мы, конечно, владеем, точнее никто, мы не владеем никакими техниками работы с телом и прочее, а вот есть какие-то, ну, такие простые, что ли, бытовые методы психологической помощи, может быть, вы, уж воспользовавшись тем, что вы здесь у нас в студии, там подскажете нам какое-то, может быть, упражнение, когда вот, ну, с первым, с паникой, со страхом можно было бы справиться. Потому что эмоции, они же самые худшие, как правило, советчик наш. Согласна. Чтобы справляться с паникой, нужно понимать, откуда она берется. Наша паника всегда берется из головы. Поэтому тогда, когда тревожные мысли побежали, самый простой и самый действенный способ – это эти мысли переключить. Да, причем переключить мы их можем, ну, вот абсолютно на все, на что угодно. Это может быть счет, это может быть… Мы можем посмотреть вокруг себя и найти, например, пять предметов мягких, пять предметов желтых, пять предметов красных, там, холодных. Да, то есть у нас тогда уходит зацикленность. Зацикленность на ощущениях, зацикленность на мысли. И тогда, когда мы переключили, то есть мы, грубо говоря, не подбрасываем дровишек, да, вот в эту яркость эмоциональную, и она начинает уходить. И потом уже включается мозг, да, и мы можем уже чисто волевым усилием куда-то переключаться, да. Но самая первая задача тогда, когда страх и паника формируются – это как раз остановить этот процесс. Ой, просто спасибо вам вот за этот секретик, честно говоря, никогда бы не догадалась, ведь правда здорово. Я бы еще хотела попросить вас, это уже, наверное, завершаем мы программу, и достаточно коротко сказать, вы увидели эффективность вот этой работы. Может быть, какие-то вот есть такие яркие результаты, что вы можете сказать, что да? Ну, я могу сказать, что абсолютно каждый пациент яркий. И его результат для него, он очень и очень яркий, да. Сказать, что для кого-то результат – это уже прийти и сказать, мне нужна помощь. И это уже то, чего никогда он в жизни не делал. Да, для кого-то это, ну, тогда, когда человек, ну, фактически себя хранил и перестал это делать. Ну, это тоже уже очень здорово. Да, и, опять же, да, пациенты и много очень положительных откликов. Вот, и это яркие результаты. Я благодарю вас за участие в эфире. Рак излечим. Спасибо, что были с нами эти полчаса. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова